Хотелось бы начать презентацию, наверное, с предпосылок возникновения проекта по внедрению ГГИС, горно-геологической информационной системы. На слайде вы видите так называемое дерево проблем, то есть какие основные сложности возникают при проектировании, планировании. Но первое, на мой взгляд, это, соответственно, версионность файлов, то есть версионность проектов локальных, зачастую даже технических, которые затрудняют сбор единой модели и, соответственно, использование ее для принятия управленческих решений. Второй момент – это, соответственно, переиспользуемость результатов. То есть если мы говорим про работу в 2D, то есть предыдущий этап цифровизации в наших горных предприятиях, то зачастую локальные задачи, то будь то актуализация либо марш-шедерского факта, либо, соответственно, подсчет какой-то локальных запасов, актуализация запасов внутри предприятия, они, соответственно, производятся в разных файлах, производились, ну и, соответственно, зачастую не в системе единых координат. То есть без привязки. Следовательно, выходом из данной ситуации является создание единой 3D-модели, так сказать, единой правды, которая, соответственно, будет единой точкой для принятия решения, ну и, собственно говоря, для анализа всей информации. Для успешного внедрения нашей информационной системы мы приняли методологию гибкого управления проектами, то есть чем она отличается от классического подхода каскадного. Мы решили подойти к этой сложной задаче итеративно, то есть ставить перед собой небольшие, соответственно, задачи, да, то есть работать в рамках двухнедельных спринтов, но с выдачей какого-то конкретного результата. То есть, допустим, это либо актуализация данных маршредерской съемки, либо изменение методологии проектирования, планирования, да. Ну и, соответственно, из таких небольших спринтов у нас складывается весь проект и есть возможность на каждом этапе корректировать именно цели, корректировать задачи, потому что, ну, в процессе развития проекта меняются и требования заказчиков, вот, зачастую выявляются новые стейхолдеры, ну и, соответственно, как бы меняется, ну и, в принципе, само ПО. Вот, если говорить про конкретно, говорить конкретно про то, каким образом мы управляли именно постановкой цели и в итоге сдачей наших результатов, то мы шли от классической системы, то есть мы сначала выявляли нашего заказчика, потому что нет смысла громоздить новые функции, изменять процессы, если руководство, к примеру, не видит в этом ценности. Вот, после этого у нас, соответственно, был сбор требований, вот, дизайн системы, ну и, соответственно, ее проектирование и в итоге приемка, что самое, на самом деле, важная и ответственная часть, потому что зачастую происходит искажение на этапе сбора требований, да, и, в принципе, если есть большое желание сделать ваш проект успешным, то необходимо сделать таким образом, чтобы система была принята заказчиком, ну и, соответственно, получен аппруф о том, что да, действительно то, что нужно. Вот, еще очень важный момент, то, к чему мы пришли, что ГГИС, информационная система сама по себе не является только софтиной, вот, а по факту это целый комплекс мероприятий, который в первую очередь влечет за себе изменения бизнес-процессов, то есть в этом направлении у нас были проделаны такие вещи, как их описание, вот, мы придерживались стандартных аннотаций IDF0, cross-function flowchart, вот, и, соответственно, встроили данные бизнес-процессы во всю структуру компании, для работы использовали бизнес-студии, ну, то есть это программное обеспечение, которое позволяет все ваши процессы компании, соответственно, собирать в одном месте, вот. Вот, а также со стороны работы с персоналом у нас были проведены курсы обучения, макромайна, то есть на каждом активе прежде, чем зайти, то есть и начать какие-то мероприятия. Мы проводили курсы обучения, то есть заказывали их у макромайна, вот, после этого отрабатывали вопросы, которые возникали после, ну, и, в принципе, мы остаемся на поддержке нашего проекта, потому что, ну, есть такие вещи, как текучесть, да, ну, соответственно, новый человек, его нужно погружать изначально в среду для того, чтобы он в системе работал, и, соответственно, ну, система поддерживалась, вот. Ну, и, соответственно, еще немаловажная вещь – это, соответственно, регламенты, то есть после описания бизнес-процессов на основании нашей модели мы выпустили регламент, вот, который изменял взаимодействие между геологическим, маршрейдерским и проектно-конструкторскими отделами, то есть в чем были основные изменения? Основные изменения, соответственно, у нас присутствовали в том, что у нас появилась единая структура хранения данных, то есть у нас изменилась методика их обмена, то есть если раньше классические люди пересылали данные друг другу по почте, ну, как это зачастую бывает, то сейчас у нас есть сервер, на этом сервере регламентированная стандартизированная структура хранения для, соответственно, всех активов, вот. Ну, и, соответственно, люди, они добавляют через разработанный нами, конечно, с помощью макромайна интерфейсер майна, вот, в дальнейшем я его буду показывать, вот. И, в общем, обмен данных у нас сейчас проходит без личного общения, а все люди смотрят в определенную структуру хранения, и в ней, соответственно, могут найти данные маршрейдерского отдела, геологического, проектно-конструкторского, ну, и, собственно говоря, тем самым снимается большая боль, к примеру, при перевахтовке, когда специалисты не пересекаются, но при этом продолжают работать, как бы, в той же системе координатно, теми же задачами. На экране вы видите как раз тот самый интерфейсер майна, то есть, по факту, это скрипт, который запускается из макромайна, вот, и который способствует коллективной работе, соответственно, с файлами макромайна. То есть, в чем его преимущество перед, ну, работой классически с макромайном, то есть, по факту, он его дополняет, дополняет в плане именно коллективной работы. То есть, видите, слева у нас структура хранения, то есть, когда пользователь заходит в макромайн, нажимает запуск крипта, соответственно, у него сразу отображается это окно, и он сразу смотрит в правильной директории. То есть, грубо говоря, у нас отсекаются возможности использования актуальных версий, потому что мы все понимаем, что все, что лежит в данных папочках, оно, соответственно, у нас имеет наиболее актуальную версию. То есть, в структуре хранения у нас отдельно разбито по типам файлов, то есть, отдельно стринги, точки, отдельно каркасы, блочные модели. Ну и, соответственно, также разбита на ролевую модель ПТО, маршеведер-геолог, и созданы ограничения по редактированию файлов. Ну, то есть, получается, у нас заранее заложена ролевая модель, которая обеспечивает невозможность редактирования файлов одной роли другой. То есть, грубо говоря, геолог случайно не может отредактировать файл ПТО, ну и, соответственно, наоборот. То есть, ну, это гарантирует целостность данных. Вот, дополнительный плюс. У нас в R-Mine присутствует возможность фильтрации по датам. То есть, при добавлении любого файла в R-Mine, у нас проставляется дата его добавления, ну, это для геологических файлов ПТО актуально. И самый интересный момент – это маршеведерская съемка для ПГР, ну и, в принципе, у ГР тоже. То есть, при добавлении в R-Mine у нас происходит заполнение атрибута маршеведерской съемки, и в дальнейшем мы можем в любой момент времени выгрузить за любой период нашей каркасы очистных пространств, либо нашей проходки для того, чтобы провести анализ. Ну, то есть, к примеру, зачастую приходит запрос от подрядчиков для тех же корректировок блочной модели, да, выгрузить данные за какой-либо период времени для того, чтобы сверить потенциальную блочную модель с фактически отработанными запасами, то есть, ну, посмотреть, насколько они бьются в рассчитанной части уже до БТРУДы. Вот, ну и, соответственно, мы постарались сделать следующую вещь, чтобы рабочее место одной из ролей, то есть, там, геолог маршейдер, они были в форме одного окна. То есть, грубо говоря, у нас, ну, сверху видно расположенные функции, да, ну, и в зависимости от роли они меняются. То есть, к примеру, для маршейдера это функции по добавлению каркасов очистных, маршейдерских точек, расчет направления, вот, если мы говорим про ПКО, то это работа с данными проектными, ну, и геология, соответственно, также рудные тела, блочные модели. Ролевая модель выглядит она следующим образом, то есть, сейчас у нас есть четыре роли, то есть, ну, геолог, проектировщик маршейдер, и немалая важная роль – это, на самом деле, администратор. То есть, администратор – это человек, который имеет доступ ко всему функционалу, в первую очередь. И второй важный момент, который он выполняет, это, соответственно, установка предустановка настроек. То есть, к примеру, для расчета содержания, такие директивные вещи, как длина композита, да, то есть, для расчета интервалов, коэффициенты переводные условного металла. Ну, эту работу нет смысла, как бы, отдавать, по нашему мнению, на откуп рядовому сотруднику, да, то есть, это логично. То есть, параметры, которые редко изменяются и при этом несут серьезную роль, да, они, соответственно, у нас доступны для редактирования именно администратору. Следующий момент, который мы учли, это стандартизирование конфигураций по нашим активам. То есть, у нас активы представлены как подземной добычей, так же ОГРом, ну и, соответственно, у нас есть и рудники, которые отрабатываются комбинированным способом. Ну, то есть, это многовершинные, для примера. Вот, соответственно, конфигурации Эрмайна, они различаются по функционалу. То есть, если мы говорим про подземные горные работы, то есть, для проектировщиков это будет работа с горными выработками, там, стринги, каркасы, проектирование вееров, то есть, функционал по их добавлению, хранению, редактированию в нашей структуре. Вот, у маршидеров для открытых горных работ это, соответственно, сканирование ЦМП карьеров, так же добавление каркасов складов, отвалов, ну и прочее. Ну, при комбинировании, соответственно, это такой мега конфигурация, которая включает, собственно говоря, в себя функционал по открытым, ну и по подземным горным работам. Основные преимущества, то есть, в чем польза с точки зрения пользователя при использовании Эрмайна. То есть, ну, большой вклад, на самом деле, в скорость работы и в качество достоверных данных вносит возможность работать со списочными значениями. То есть, при добавлении на сервер через Эрмайн у нас, соответственно, предустановлены списки, то есть, списки горизонтов, списки блоков ГКЗ, списки наименования типов выработок, то есть, полевые штрека, рудные арта и прочее, которые возможны только к выбору. То есть, человек не может условно написать в одном из атрибутов, допустим, стринга, что это полевой штрек, а в другом штрек полевой. То есть, система это не пропустит. То есть, он просто методом клика выбирает из предустановленных значений и, собственно говоря, это в дальнейшем облегчает как фильтрацию объектов, то есть, к примеру, фильтрацию по типам горных работ, ГПР, ГНР, ГКР. Ну и также это обеспечивает в дальнейшем корректность для вывода всевозможных отчетов, потому что у нас намного более качественно. То есть, мы уменьшаем объем именно ручной корректировки уже каких-то готовых отчетов. Второй момент – это, соответственно, наследование атрибутов. То есть, у нас построена система следующим образом. То есть, на стадии проектирования проектировщик добавляет осевую линию, добавляет каркас и на стадии добавления он заполняет весь атрибутивный состав. И в дальнейшем, когда маршрейдер добавляет фактически пройденную выработку, либо отбитую очистную, он, соответственно, выбирает проектную часть, то есть, осевую линию, либо проектный каркас веера. И, соответственно, весь атрибутивный состав для выработок – это очень актуальный тип сечения. Опять же, вид горных работ, он, соответственно, наследуется. И получается, что мы можем по каждой горной выработке добавленной посмотреть ее фактическое состояние, то есть, пройдено, посмотреть, в каких местах у нас идет забраковка, то есть, сверить те отчеты, которые предоставляет трудник, ну, конкретно с 3D-моделью, да, ну и, соответственно, ввести полноценную статистику и анализ информации. Вот. Вот. Следующий немаловажный момент – это единый атрибутивный состав для всех моделей по группе компаний. То есть, грубо говоря, у нас что на Новоширокинском руднике, что на Многовершинном, если мы говорим про ПГР, у нас идентичный состав, атрибутивный состав, вот, и это позволяет в головном офисе, да, соответственно, работать с данными, с различных активов, в принципе, не меняя формы в макромане, да, там, настроить каких-то функций, потому что, ну, ты всегда уверен, что тебе придет информация одного вида. Вот. Также исключаются вопросы по поводу значений полей, потому что зачастую, если эту работу не проводить централизованно, да, то в рамках какого-то отдела информация окажется очевидной. Ну, к примеру, для ПТО очевидно, там, что отбойка – это, там, порядок вееровки, к примеру, да. Вот. Но при передаче, соответственно, там, в соседние отделы эта информация может, как бы, сбить с толку и зачастую требует дополнительных уточнений именно от автора произведенной работы. Ну, и, соответственно, как бы, единый атрибутивный состав, он не избавляет от этой сложности, вот, и позволяет, как бы, всегда быть уверен в том, что тот атрибут, на который вы смотрите, он, соответственно, является именно тем, чем вы предполагаете. Вот. Также немаловажная вещь – это логирование действий пользователей. То есть при добавлении какого-либо элемента через Ermin на наш сервер, у нас происходит запись по учетной, по учетке актив-директоре, соответственно, фи у человека, да, который добавил эту информацию, и происходит запись даты. То есть это очень актуально для маршридерского факта, то есть потому что у нас, к примеру, записываются данные по атрибутиву, по дате маршридерской съемки, да, и по дате добавления моделей. То есть можно видеть, что если у нас эти даты сильно отличаются, то, наверно, была либо какая-то итерация по редактированию данных, ну, либо были ошибочно, они заменены. Вот. Также плюсом еще у нас организовано хранение удаленных ранее данных. То есть, к примеру, если пользователь через Ermin удаляет какой-то элемент, да, он у нас формально переходит из одной папки, там, PTO, стринги, допустим, в скрытую папку deletit, да, и в любой момент его можно восстановить. Ну и, собственно говоря, этот функционал, он есть как раз у администратора, то есть он позволяет также следить за версионностью, ну и в случае ошибки, как бы ее быстро исправить. Ну и дополнительно еще хочется сказать, что зачастую функции, которые выполняются в Macromaine, да, они не складываются из одного действия, то есть это на самом деле целый ряд процедур, ряд выполнения функций для получения результата. Ну, то есть все вы знаете, что он, там, тот же расчет блочной модели, да, он требует весьма высокой квалификации рядового специалиста даже при обновлении данных экспоразведкой. Вот. Соответственно, мы пошли по пути автоматизации, вместо макросов, которые используются сейчас на местах, у нас в интерфейсе эти функции объединены в определенные окна, то есть, ну и по факту, там, расчет содержания сейчас, он проходит у нас активное тестирование, он у нас выполняется при помощи одного окна. Ну, в дальнейшем презентации я покажу, как это выглядит. Дополнительная вещь, очень важная, да, это хранение данных в SQL. То есть, почему мы решили уделить этому вниманию. То есть, корпоративная структура хранения данных, в принципе, представлена обычной реализационной системой базы данных, да, и данные из 3D-модели, это, на мой взгляд, гармоничное добавление именно этой структуры данных, потому что многие такие вещи, как объемы, да, содержание, метры проходки, виды горных работ, длинные выработки и прочее, они необходимы для передачи их в соседние отделы. То есть, преимущество перед Excel в том, что при добавлении 3D, ну, какого-нибудь элемента 3D-модели через ZRM, на сервер, у нас весь атрибутивный состав, он записывается в информационную систему, ну, то есть, небольшой участок, я вот показал в виде рисунка, да, такого, то есть, мы исходили от объекта горных работ, ну, то есть, условно, это может быть либо блок БВРа, либо очистной веер, либо горная выработка, и, соответственно, этот элемент, он начинает в информационной модели обрастать атрибутивным составом, то есть, это как его положение, то есть, предприятие, к примеру, там, рудная зона, блок артострековой системы, да, если мы говорим про Новоширокинский рудник, вот, ну и, соответственно, маршедерская съемка, то есть, к примеру, при добавлении проектного каркаса, в дальнейшем мы можем отследить его судьбу, посмотреть, какие каркасы были добавлены маршедерской съемки, то есть, у маршедерской съемки имеется порядок, и он позволяет нам отслеживать, в принципе, жизнь любого запроектированного объекта на основе 3D-модели, вот, очень важно, что факт и проект, ну, то есть, факт невозможен для добавления без выбора проекта, и поэтому у нас, как бы, идет замыкание отделов друг на друга, вот, что, как бы, позволяет поддерживать систему в актуальном состоянии, то есть, грубо говоря, чтобы маршедер выполнил свою работу и добавить маршедерскую съемку, ему необходимо выбрать проектную выработку, да, к примеру, или проектное числое, вот, если, допустим, по запарке проектировщик ее не добавил, ну, как бы, в рабочем порядке этот вопрос решается, и добавляется проект, и после этого только добавляется факт, вот, и, как бы, это позволяет в итоге отслеживать именно, ну, весь жизненный цикл объектов горных работ, вот, ну, и еще большим плюсом, то есть, сейчас у нас этот функционал находится в тестировании, да, в активном, это формирование именно отчетности, то есть, грубо говоря, сложность работы с большими блочными моделями, да, она заключается в том, что при добавлении дополнительных полей атрибутивного состава, да, то есть, если мы хотим добавить какую-то дополнительную фильтрацию при выполнении отчетов по блочной модели, мы, соответственно, увеличиваем ее объем, вот, чтобы этого избежать, у нас сейчас предполагается хранение блочных моделей в SQL, ну, и, соответственно, поскольку у нас весь атрибутивный состав от каркасов также хранится там, то возможность формирования отчетов, она становится практически безграничной в том плане, что мы сможем по любому атрибуту каркаса получить отчет по блочной модели, если этот каркас был ей присвоен, то есть, по факту, для того, чтобы у нас получить весь спектр отчетности, нам необходимо сделать следующие вещи, у нас должны быть классические поля, да, 6 полей, ну, X, Y, Z, размерность по, соответственно, блокам, должны быть поля содержания, и должны быть всего лишь три поля, которые говорят, что какие, ну, то есть, маршрейдерский каркас, геологические, проектные, то есть, каким блокам они присвоены. И, в принципе, этой информации достаточно для того, чтобы получить любой отчет, то есть, к примеру, если есть необходимость получить отчет по попутке, то можно пересечь блочную модель, да, то есть, выкинуть этот отчет с теми каркасами, которые имеют тип объекта горная выработка. Вот. Ну, еще раз повторюсь, этот функционал сейчас у нас находится в тестировании, ну, то есть, разработано решение по хранению блочной модели, атрибутивный состав сейчас полностью пишется в SQL, то есть, все эти вещи уже сделаны сейчас, происходит именно процесс настраивания отчетности, ну, и вопросы, связанные со скоростью работы. Да, и следующим слайдом хочу показать пример интерфейса AirMine, то есть, на, как раз, самым, я считаю, ну, одним из самых трудозатратных процессов-то расчет блочных моделей, да, то есть, расчет содержаний. Вот. Ну, мы видим, что у нас присутствует несколько вкладок, которые, в принципе, удовлетворяют все требования, то есть, все этапы проходят по расчету блочной модели, то есть, грубо говоря, сначала пользователь выбирает базу данных, на которой он будет, соответственно, это делать, база данных, повторюсь, также хранится на сервере, она у нас является единственной, то есть, все коллеги, которые планируют заниматься расчетом содержания, либо передавать ее подрядчикам, да, они обращаются все к единой базе данных, ну, то есть, это, по факту, сейчас датуские файлы, там, колор, эсэй, сервер. Вот. Следующим этапом человек выбирает каркасы, по которым он будет рассчитывать, ну, то есть, у нас сейчас принято расчет, в основном, это рудные блочные модели, то есть, вот. Ну, и в дальнейшем выбирает параметры интерполяции, которые сведены, в принципе, в одну менюшку, вот. Имеется возможность предустановки как раз этих параметров, да, то есть, частично они заполняются администратором разово, ну, и, там, такие версии, как прогоны, да, они, соответственно, уже редактируются непосредственно ГИСовиком, вот. Ну, и дополнительно, да, я вот эту вкладочку не стал показывать, она выполняет роль все-таки небольшой кастомизации, да, для различных предприятий, то есть, где-то у нас используется распрямление модели, где-то от этой функции у нас, ну, эта функция не используется. Также из интересного, это, соответственно, расчет направления, то есть, опять же, для того, чтобы рассчитать направление через R-Mine, пользователь сначала выбирает осевую линию проектную, по которой он собирается это делать, задает вот параметры, то есть, частоту, через которую, соответственно, направление необходимо задать, и выбирает из базы данных маршредерских точек, которые также хранятся централизованно, ну, собственно говоря, маршредерские точки. Вот, и на выходе, вот, как видно, да, он получает графику, которая отображает наши домеры и, как бы, подгружает осевую линию для проверки и проектный каркас. Также выполнены работы по обновлению BD через R-Mine, то есть, он работает на основе функционала Macromine, то есть, заложены основные проверки, которые у нас, ну, существуют в Macromine, да, функции проверить базы данных, вот, ну, и, собственно говоря, пользователь выбирает Excel, в которой ему пришли данные, да, пробования, и при загрузке, соответственно, у него происходит процесс проверки, и если обнаружены ошибки, то пользователь редактирует, и у него отсутствует возможность обновить вот эту единую базу данных скважин на сервере, пока он не устранит все ошибки в файлах опробований, либо, там, устьев, вот. Еще немаловажный момент, да, который связан именно с расчетом содержания, это то, что файл на сервере, он, в него напрямую никто не смотрит, то есть, если пользователь хочет визуализировать, да, данные, либо обновить, все происходит через функционал, и, грубо говоря, для просмотра пользователь копирует себе локальную копию, то есть, и если, там, какие-то изменения файлей произошли, он, соответственно, никоим образом не влияет на ту, так сказать, эталонную базу данных, которая лежит у нас на сервере, вот, потому что он работает с локальной компией на, соответственно, на своем компьютере. В принципе, то же самое можно сказать про все остальные данные, да, то есть, когда пользователь взял, допустим, каркасы или стринги, он, соответственно, работ не имеет возможности отредактировать эти данные, потому что он работает с локальными файлами, то есть, все работы по редактированию, ну, то есть, стандартный крут, да, там, create, read, update, delete, он производится только через функционал R-mine, логируется, ну, и при каких-то некорректных действиях, да, допустим, при добавлении там не указаны какие-то атрибуты, ну, R-mine подсказывает, ну, и человек, соответственно, редактирует этот файл, ну, и добавляет только корректную версию. На выходе, то есть, то, что мы сейчас имеем, это полноценная 3D-модель, то есть, она складывается у нас из геологических данных, блочная модель, рудные тела, база данных, соответственно, геологических скважин, вот, это маршидерия, это проектные выработки, каркасы, стринги, ну, и в том числе проектные веера, и мы сейчас используем модуль стоп-оптимайзера для построения, соответственно, очистных пространств, вот, по данным блочной модели в тех местах, которые, соответственно, не охвачены локальными проектами, вот, в чем преимущество этого подхода, оно в том, что мы не берем в среднем по больнице разубоживания, а у нас есть возможность задать определенные параметры наших выемочных единиц, и за счет этого мы локально по каждой выемочной единице можем посчитать наше разубоживание, которое, соответственно, как бы, ну, будет наиболее приближено к реальному. В дальнейшем все эти данные, они уходят в планировщик, то есть, и на основе этой 3D-модели мы, соответственно, сейчас сделаем планы, рассматриваем их версионности, то есть, к примеру, есть возможность построить оперативно по блочной модели, да, если она рудопородная, либо у нас наш Минпром выше, чем, соответственно, бортовое содержание, по которому построена блочная модель, то есть мы можем проиграть несколько вариантов с нашим бортовым содержанием и построить эти выемочные единицы, то есть большое преимущество в том, что мы становимся менее зависимыми от параметров, именно по которым строились геологические рудные тела. К сожалению, у меня возникла небольшая техническая накладка, да, то есть я хотел продемонстрировать, каким образом у нас в графике сейчас видим план, да, то есть это видео по этапной отработке помещенной, вот, ну, из-за технических причин у нас, к сожалению, не загрузилось. Вот, но основная идея в том, что у нас сейчас формируется целостная 3D-модель, которая включает, в принципе, все данные маршредерских, там, маршредерской проектной и, соответственно, геологических служб. И на основе этой 3D-модели мы через планировщик уже можем смотреть на наши планы, то есть задавать различные ограничения и вариативно просматривать результаты и в итоге принимать какую-то стратегию. То есть, к примеру, у нас сейчас при проектировании лома в регламенте стоит рассмотр трех сценариев, то есть позитивный, негативный, ну и, соответственно, нейтральный, который связан именно с экономической конъюнктурой, да, то есть на золото, то есть ценой. И мы, соответственно, все эти варианты можем отработать, ну и посмотреть, каким образом у нас изменится время работы рудника, то есть и наши унции, если мы, допустим, увеличим, снизим наше содержание, по которым мы строим наши очечные камеры. Вот, либо, соответственно, мы там захотим более интенсивно отработать там богатые блока в ближайшее время, то есть как это повлияет на весь наш долгосрок. Вот, ну, в принципе, по презентации у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо огромное. Продолжение следует...